добрый вечер всем сегодня хочу показать вам обзор пряжи ализа real 40 плюс я с нее никогда не вязала я бы я ее купила случайно по ошибке я выбирала пряжу есть просто пряжа real 40 но вот не досмотрел и мне пришла пряжа real 40 плюс этот пряжи конечно два раза толще по толщине которую я собиралась оказать но что делать надо с нее что-то связать пряжа это турецкая бюджетная 100 граммах двести двадцать пять метров и здесь по составу цвет цвету сороковой у меня color такого голубого симпатичный цвет мне нравится 60 процентов акрила и 40 процентов шерсть рекомендуемые спицы от 4 нижней границы 4 верхняя 5 и крючок от 3 до 4 миллиметров и я с нее решила связать себе без рукавку жилетку что получится короче вот я связала образец когда я вязала мне показалось что это пряжа очень такая грубоватая но вот вот образец у меня после стирки она совсем поменялась и стала вот довольно таки не стоит не стоит колом как она была в начале довольно таки мягкая и пушистая как вроде бы как бы добавлен махер но нет тут состав только 6 и акрил я связала образец узора каким я буду вязать свою безрукавку я вот эту резинку я буду использовать по низу изделия не по пройме и по боковой части но это покажу в следующем видео спицы я использовала я начала вязать резинку четыре с половиной спицами или даже четверкой даже не помню но перешла вот здесь на пятерку и мне пятерка больше нравится вот сейчас у меня спицы номер пять образец у меня уже связано и я вам начну вязать свою безрукавку буду начинать снизу вверх и вязать резинку и покажу вот этот узор вот рапорт этого узора такой вот у нас резиночки которая получилась красивая состоит из трех петель надо набирать количество петель кратное трем плюс одну петлю для симметрии и две кромочные у меня так как я набираю уже для готового изделия у меня получилось семьдесят пять петель то есть у меня семьдесят две петли набрала плюс одну для симметрии 2 кромочные и того у меня двадцать четыре рапорта получается по моим расчетам но это сейчас не столь важно значит кромочную мы снимаем первая петля у нас идет изнаночная следующие две петли мы снимаем провязываем за заднюю стенку две вместе теперь мы вот первую петлю из этих двух петель за правую за левую дужку одеваем на левую спицу опять возвращаем и еще раз провязываем лицевой так у нас получается это у нас один раппорт и так мы вяжем таким образом до конца второй раппорт одна изнаночная две петли вместе за заднюю стенку сбрасываем со спицы теперь переднюю петлю левой спицы подхватываем за левую дужку и еще раз провязываем лицевой еще раз одна изнаночная две вместе за заднюю стенку туго набрала можно слабее снимаем с левой спицы левой спицы подхватываем первую петлю из двух за левую дужку и провязываем еще лицевой и так мы провязываем до конца ряда раппорт узора состоит из трех петель как я говорила из двух рядов очень простой узор простая резиночка подхватываем провязываем я довяжу до конца ряда в конце ряда у нас должна получиться 1 изнаночная и кромочная это у нас был лицевой ряд второй ряд раппорта изнаночной кромочную снимаем первая у нас идет лицевая вторая тоже лицевая и вот эту отдельно стоящую петлю вот эту вот мы снимаем просто не провязывая нить перед работой это вот один раппорт и далее лицевая лицевая снимаем перед работой нить перед работой и так мы провязываем дальше я не считаю там по раппортам провязываем 2 лицевые для контроля смотрим вот снимаем которые отдельно стоящая петля эту петлю мы снимаем 2 лицевые 1 снимаем не провязываем 2 лицевые вот она отдельно стоящие 1 снимаем не провязываем и так до конца ряда и в конце ряда если все правильно связали у нас должна получиться 1 лицевая и кромочная и мы провязали 2 ряда это составляет 1 раппорт и далее третий ряд мы вяжем как первый то есть напомню кромочную снимаем 1 изнаночная 2 лицевые провязываем вместе за заднюю стенку снимаем за левую дужку первую петлю одеваем на левую спицу и опять провязываем изнаночную 2 лицевые вместе подхватываем левую дужку провязываем 1 изнаночная и так дальше 2 вместе 1 лицевой 1 изнаночная и так я сейчас провяжу несколько рядов и вернусь к вам уже с провязанной резинкой вот смотрите я провязала несколько рядов всего мне получилось это 6 сантиметров этой резинки видите какая она получается красивая фактурная она не не сильно стягивает она практически не стягивает и не сильно растягивается но вот это связанная резинка она без вто она такая вот на ощупь довольно таки грубоватая и даже немножко не сильно но ощущается на коже как покалывание а вот уже который я вам показывал это после вто видеть очень даже отличается здесь образец довольно мягкий он кстати не растянулся чуть-чуть только в ширину по моему на 5 миллиметров я измеряла да а так вообще не растянулся и пряжа довольно мягкая совсем не колется и она становится пушистой и узор получается очень красивый так что заходите на мой канал следите за продолжением вязание моей безрукавки она будет выглядеть вот так в следующем видео я покажу расскажу про все расчеты которые я делала здесь у меня вот видите резинка впереди передней стороны безрукавки будет ниже выше чем со стороны спинки дальше я расскажу что в следующем видео это есть я связала резинку вот эту по передней части безрукавки и я себе я сейчас вижу резинку спинки и вернусь к вам уже в следующем видео успехов вам всем в творчестве до новых встреч до свидания